Всем привет! Друзья, меня зовут Иван Фабро, и я рад приветствовать вас на своем канале. Хочу снять видеосюжет о, так сказать, мысли вслух о сайте Авдиенко. Я не хотел это видео снимать, но просто как бы есть люди, которые начинают развивать эту тему, и я решил для себя поставить точки нады и высказать свое мнение, точно так же, как и высказал свое мнение Александр Пасечник буквально пару дней назад. Так вот, как говорит Сергей Дружко... Хайпанем немножечко. Поехали! Итак, у себя на канале я читаю комментарии своих знакомых и незнакомых мне людей, ну и точно так же на других каналах, о том, что Иван Фабро, там Александр Пасечник не поддерживает Авдиенко и так дальше. Я от вас такого не ожидал. Друзья, хочу, чтобы все знали, во-первых, я поддерживаю то, что хочет сделать Авдиенко. Я поддерживаю сам, как бы, задумку этого всего. Но я не хочу поддерживать то, как оно делается. Потому что, во-первых, я не знаю, что там происходит. Я не знаю, как там обстоят дела. А в курс никто меня не вводит. И при этом люди, которые, как бы, там чуть-чуть что-то делают, они пытаются на сайтах, на форумах писать, что ссыкуны не поддерживают и так дальше. Я от вас такого не ожидал. Так вот, это неправильный подход. Неправильный подход, чтобы обзывать меня прежде с ссыкуном, ну или там Александра Пасечника, но в данном случае я буду говорить за себя. То нужно для начала, если позвонить, сказать, Ваня, поддержи, там, сними ролик в поддержку, там, в сборе денег и так дальше. А сначала люди обзывают ссыкунами, что, типа, не поддерживают, а потом, как бы, обижаются, что еще идут какие-то обиды. Так вот, не обижайтесь, друзья, которые говорят, что мы ссыкуны, не обижайтесь, друзья, которые думают, что мы не поддерживаем сайт Авдиенко. Мы его поддерживаем, но не так, как оно все делается. Почему я не хочу снимать видео о том, что, друзья, скидывайте деньги на сайт Авдиенко? Потому что я считаю, что это неправильно. Прежде чем снимать видео о сборе денег, нужно было снять одно единственное видео о том, что приглашаю к обсуждению людей, так сказать, компетентных в том ином вопросе для создания такого-то проекта. А так люди сначала снимают 10 видеороликов, в которых сами не понимают, что они будут делать. Печальная история. В одном ролике мы экспортируем, как бы, хайпуем на всем этом, людей, как бы, будоражим. Да, заслуга Авдиенко, тут без слов, действительно в том, что он сбудоражил людей, чтобы люди меньше, как бы, сдавали мед, как бы, побрасывай цене и так дальше. Тут заслуга есть. Люди начали, как бы, чуть-чуть шевелиться, он разбудил людей. Но не надо, как бы, вот Авдиенко-то у меня, он, насколько я знаю, ко мне претензий не имеет. Но вот есть люди, которые, Андрей Баскевич, который обижается, и другие люди пишут, что мы не поддержим. Вот все должно, как по мне, должно быть продумано. Прежде чем создавать, собирать деньги, повторюсь, должно быть все продумано. Должны были приглашены люди, которые в этом понимают. Это и айтишники, и менеджеры по продажам, и менеджеры, ну, и люди, которые разбираются немножко в экспорте, и маркетинговые вот эти все движения и так дальше. Полезная информация. А у нас, получается, началось, человек хочет сделать сайт, который в нем не разбирается. Как можно создать сайт, не зная, как он будет, ну, вообще делается? Я тоже в этом не разбираюсь. Но хочу просто сказать людям, что вот почему я в одном из своих, одному своему знакомому в комментарии ответил, что я не собираюсь снимать видео в поддержке о сборе денег, потому что я считаю, что этот царь будет мертвым. Я это открыто говорю, что мое мнение, что этот царь будет мертвым. Это все в скобочках. Почему мертвым? Потому что, как мне кажется, это будет обычная, как бы, афиша, интернет-афиша, интернет-страничка о продаже меда, которая совсем не поднимет цену на мед. Это люди, мне кажется, буквально совсем скоро у людей откроется вот это все видение, что ни один экспортер не захочет работать по том сценарию, какой предлагает Авдиенко, что вот мы создадим в том регионе мед, в том регионе. Да не захочет ни один экспортер связываться с отдельными пчеловодами, ездить по всей стране, собирать по ведерках мед, по бочках, по бетонах и так дальше. Я буквально пару дней был в гостях в Александрово-Пасечниково-Зовой, был на базе Мирмеда. Я просто ужаснулся, я просто никогда не видел. Там такое творится, там и ведра, и бетоны, и кастрюли, и тазики, и бочки. Там такое творится, что это жах просто. И экспортер, который приедет, то так, да он не приедет. Во-первых, а если приедет, он глянет на все это и просто, и больше работать не будет. Зачем экспортеру ездить по всем, собирать по бетонам, если ему проще, выгоднее, экономически выгоднее, и по всем движениям, по логистике, заключить договор с одним экспортером на 100 тонн, на 200 тонн, без разницы, на 20 тонн. И ему поставят экспортер со всеми бумажками, чем будет он по всей стране. То есть идет большое заблуждение создателей этого сайта, и людей заводят, так сказать, в Оману. В одном видео мы экспортируем мед, в другом мы гаммонизируем его в Ющенко, в третьем мы покупаем бочки, в четвертом видео мы просто продаем на рынке, в том-то, в том регионе, ставим старших по регионах. Это просто, кто умеет анализировать, смешно. Но дело еще не в этом. Дело в том, что люди, которые хоть немножко разбираются, понимают, чтобы сайт был работоспособным, чтобы он был не мертвым, он должен с чего-то питаться, он должен за что-то жить. А кто понимает, тот знает, что каждый год за сайт нужно платить, за домены, за хостинги. Я в этом не понимаю, но и то я знаю, что это надо платить. Логично. Не правда ли? С каких карманов, с чьих кошельков это будет оплачиваться? Об этом почему-то никто не думает. Для этого, чтобы оно оплачивалось, нужно создавать или рекламу на сайте, или благодийные вот эти фонды. Ну, мы же сами понимаем, что пчеловоды, они, ну, чуть-чуть, будем откровенны, ну, не жадные, ну, чуть-чуть есть. Ну, не злобство. Меня сейчас закидают палками, камнями, что вот злобами всех обозвал. Ну, жадненькие. Будем откровенны, друзья. А бывает и наоборот. И никто не будет туда подкидывать, туда дровишек, в этот котел, так сказать. Ну, кто-то кинет там 50 гривен. Но это все не то. Чтобы сайт работал, его надо модерировать, его надо администратировать. А на все это надо деньги. А ДНК сам сказал, что он в этом не понимает. Как он будет это модерировать? Никак. Да не будет никто его модерировать бесплатно. Все захотят денег. Я заработаю свою, так сказать, заработную плату. Для этого надо нанимать людей. Я просто не понимаю. Если это будет реклама на сайт заходить, то люди, которые сдавали деньги на этот сайт, сами будут говорить, Авдиенко рубает бабло и так дальше. Будет его обменять в том, что он снимает бабло за рекламу и развел всех пчеловодов на сайт, а теперь с этого сайта живет. Ну, будет это. Если уже на сегодняшний день это есть. Уже говорят, и люди, я буду откровенен, я с многими общаюсь пчеловодами, и уже говорят, то он за эти деньги телефон купил, то он за эти деньги на Пимондию едет, то он за эти деньги, короче, ну, короче, все за эти деньги и так дальше. Я понимаю, что это смешно. И Авдиенко сам говорит, у меня есть фотоаппарат за 1000 долларов, зачем мне телефон? Но людям рот не закроешь. Правда это или не правда? Но уже ходят такие слухи. Уже просто много людей, которые есть сторонники и противники Авдиенко. Ну, это такое дело. У каждого человека есть друзья и недруги. Ну, не будем вот в это вдаваться. Но факт остается фактом. И просто это все как-то не продумано и не взвешено. Все делается как-то, вот как я смотрю, вижу это. Все делается, так сказать, сломя голову, бежа сломя голову. То Авдиенко, всех давайте денег будем сайт создавать, сами мед экспортировать. Вот я поеду в Пимондию сайт, чтобы как бы презентацию сделать. В итоге сайта нету, в итоге Авдиенко повезет в визитке, как он сказал в видео, или повез, вернее уже на Пимондию в визитке. Да никому не нужны эти визитки. Ну, будем честны, давайте будем честны, сами сами, никому не нужны. Кто-то думает, да что он типа зажал 50 гривен. Вот как раз в этом-то вся и проблема. Мне не жалко ни 50, ни 100 гривен. Там, как говорит Авдиенко, люди тысяча дают, потому что верят в все это. Я тоже хотелось бы мне верить. Я хотелось бы, чтобы я в этом всем заблуждался. Но я, как мне кажется, я анализирую, вот у меня мнение, оценочное мнение, сложилось именно такое, что этот сайт не будет работать так, как от него ожидают пчеловоды. Что вот только сайт заработает, и чуть ли не на второй день цена на мед будет 2 доллара или 3 евро. Не будет такое. Пчеловоды сами без всяких сайтов могут себе создавать конкурентную цену. Это просто держать цену, не сдавать по 25, сдавать там кого-то, ну, допустим, вот люди в этом году придержали мед, в принципе, меда мало. Тут много факторов, просто много, мало меда, и поэтому цена растет, ее нет. И хоть 10 сайтов таких создай, когда будет медовалом, то никто не будет давать за этот мед большие деньги. И да, людям, как говорится, хочется верить в это все, чтобы все работало. Но просто надо снять вот эту пелену с глаз и смотреть на вещи, как оно будет. Вот и все. Только лишь по этой причине я не хочу снимать видеоролик о том, что люди сдавайте деньги на сайт. Я понимаю, что вот этот видеоролик, он тоже будет рекламировать сайт Авдиенко, потому что о нем речь все. Кто не в курсе, то скажет, о, а что за сайт. Пожалуйста, переходите на канал Юрия Авдиенко, смотрите, что он там рассказывает, анализируйте. Кто умеет анализировать, тот все поймет. Кто не умеет, тот... Пожалуйста, скидывайте деньги, кто хочет. Кто не хочет, не скидывайте. Но не надо вот это писать в комментарии, и даже с гадостями, и так дальше. У каждого свое мнение. У меня вот такое мнение. Я сейчас говорю, что это оценочное мнение, все, что делается. Делается все необдуманно, вот как по мне. И вот в этом вся и причина. Так что я хотел бы, чтобы я глубоко заблуждался в своих мнениях. Я хотел бы, чтобы сайт действительно работал, но я думаю, что время все покажет. И, возможно, потом через время кто-то скажет, а он действительно был прав. А кто-то меня, так сказать, палками, камнями закидывает. Кто-то отпишется от меня. Ну, это такое дело. Так что, друзья, как говорится, не судите, да не судимы будете. Кто хочет поддержать, поддерживайте. Но лично я не собираюсь рекомендовать скидывать деньги. Потому что там есть, пишут, Олег Борисович писал там в одном комментарии про хата с краю и так дальше. Как раз, как по мне, хата с краю и тех, кто кинул 50 гривен и думает, ну я кинул 50 гривен, а там пускай Авдиенко или кто там что-то делает. Может что-то и сделает. Мы не обеднеем, ну а вдруг получится. Ну, как раз люди, которые вот эти по 50 гривен скидывают, они потом будут ожидать чего-то. Не все люди такие, кинул, дал и забыл. Как правильно, все же хотят, ну, просто люди, надо быть в первую очередь честными самим собою. Вот и все. На данный момент у меня такая позиция. Я хотел бы, чтобы все получилось с Юрием Федоровичем. Но я считаю, что так делаться не должно. Не надо было снимать, не нужно снимать по 10-20 роликов. Один ролик, чтобы пригласить, обдумать все это. Второй ролик, что вот у нас стратегия, план, бизнес-план, бизнес-проекты, план-проекты, то есть без разницы, как назовем. Вот все расписано по пунктах от А до Я. Делаем так, так, так. И не тыкаться туда-сюда, что и как будет. Потому что, ну, по большому счету, это идет игра. Как обычная игра. Кто-то на этом, возможно, даже и, ну, короче, не об этом. Но, скорее всего, это какой-то заговор. Вот и все. Все, друзья. Я понимаю, что кому-то это не понравится. Это такое дело. Но зато я просто откровенен. И хочу, чтобы больше не тыкали вот этим поддерживает или не поддерживает и так дальше. Чтобы поддерживать, люди должны знать в чем. Чтобы, если я ручаюсь своей головой, своим словом, своей фамилией, что вот сдавайте деньги, все будет классно, вот тогда я буду ручаться и так дальше я буду знать, что там все честно, все, так сказать, прозоро, все, нету никаких сучков и задорников, тогда я буду и рекламировать, и очень, так сказать, включен в это все. И кто хочет поддерживать видеороликами, пожалуйста, снимайте видеоролики, поддерживайте, зазывайте людей сдавать деньги Юрию Федоровичу на сайт. Я этого делать не собираюсь, ну и, как бы, а время покажет. Я надеюсь. Вот и все. Так что, друзья, прошу прощения тех, кого обидел, у тех, кого мое мнение не сходится с ихними, с вашими. Ну и так дальше. Кто, я понимаю, что многие меня поддерживают, я понимаю, что многие меня не поддерживают. Не обижайтесь, кого это, возможно, я задел. Кто считает, что свои 50 гривен он вложил и этим он сделал сайт, тот глубоко заблуждается. Сайт, сайт и так не делается. Нужно анализировать полностью, потому что сайт, опять же вернусь, кто хоть чуть-чуть понимает в IT-технологиях, тот прекрасно понимает, что, чтобы сайт работал, его нужно защищать от ДОС-атак, от хакерских атак, от просто от спама и так дальше. Как говорится, там говорилось в сайте о каких-то рейтингах пчеловодов и все. Я просто смешно мне. Я не айтишник и то я понимаю, что я обычно создаю 10 ботов и мне ставляют, поднимают мой рейтинг. Эти боты поднимают рейтинг любому экспортеру, который даже экспортером трудно назвать или заготовителем и так дальше. То есть, кто понимает, тот понимает. Тот мне скажет, о, Ванек, молодец, он правильно все говорит. А кто не понимает, тот скажет, что он говорит. Так что, собрав 40 или 50 тысяч денег, это еще не значит, что сайт уже будет работать на благо пчеловода. Все, друзья, кого обидел, простите, кто как бы со мной не согласен. То же такое, извините, не хочу, я не ставлю палки в колеса ни Авдиенко, ни Баскевичу и так дальше. Я всегда говорю людям правду в глаза. И сейчас я тоже говорю правду в глаза не за спиной и так дальше. Потому что мне возвращаются уже в обратку, что я уже такой плохой и палки в колеса ставлю и так дальше. Так что, на форумах там пишут, что с цикуны боятся как бы поддержать сайт. Пускай я буду с цикуном, но у меня будет свое личное мнение. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Всем желаю удачи. Да пребудет с нами большая цена на мед, чтобы у всех было все хорошо и у пчелок наших тоже. Авдиенко желаю правильно обдумать все стратегии. Все. Ставьте лайки, дизлайки, лайки. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. До новых встреч. Пока. За репост не сажают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok